Пробки, нервы и утро уже не совсем доброе. Так начинается практически каждый будний день жителей краснодарских поселков в районе восточного обхода города. Курортный сезон подходит к концу, но свободнее становится не на всех дорогах. Как мы можем наблюдать, кто-то едет по обочине, я еду не нарушая правила. Пока не знаю, сколько буду стоять в пробке, чтобы доехать до улицы Уральской. На эту трассу М4 Дон стекаются автомобили из Знаменского и Новознаменского Лориса Пригородного. В планах мэрии построят там еще один жилой микрорайон, больше чем на 20 тысяч человек. Как в таком случае не допустить транспортного коллапса, этот вопрос поднимают на часе контроля. Создание комфортных условий для кубанцев – одно из самых долгосрочных поручений губернатора. Вениамина Кондратьева интересует не только решение дорожных проблем, но и наличие необходимых социальных объектов, при этом обращая внимание на ошибки при застройке московского микрорайона. Пока не начали котлован копать при этих поселках Знаменский и Зенопольский, покажите мне, достаточно ли там будет школ, детских садов, поликлиник, парковок и транспортная инфраструктура, которая позволит без пробок добираться до этого микрорайона. Уже Росавтодор подтвердил, что они будут получать дополнительное финансирование по федеральному бюджету по строительству двух путепроводов непосредственно с левым поворотом на поселок Знаменский. Более того, есть проектная проработка у нас, это виадук со стороны Комсомольского через железнодорожный переезд в створе с улицей Богатырской, который позволит нам связать непосредственно Знаменский поселок, связать его с восточной промзоной, с выходом непосредственно в Комсомольский микрорайон. Но не все застройщики готовы осваивать новые территории. Многие выбирают путь полегче и начинают возводить высотки прямо в зеленых зонах, всячески обходя законы. По такой схеме многоэтажки собираются строить в Новороссийске по периметру парка имени Фрунзе. Изначально лет 20 находился ресторан. Ресторан и целевое назначение было под ресторан, рыцарский зал так называемый. Потом они там продались, перепродались. И в кадастровой палате, ну, без нас, без участия, поменяли целевку, поменяли под многоквартирный жилой дом. Естественно, мы обжаловали эти решения, вот с того момента начались все тянули судебные. Этот дом там не будет строиться, только потому что, на самом деле, есть уже традиции Новороссийска, есть от парка. В парке уже не надо дома строить, уж точно там Новороссийск. Потому что это земля такая, это город-герой. И вот в городе-герой никто командовать не будет, кроме закона избранной власти. Активная застройка и в бухте Инал. В поселке возводят дома отдыха и гостиницы. Но их будущие владельцы почему-то не всегда задумываются о коммуникациях. Есть примеры, когда сток канализационных вод организован прямо в реку, которая потом впадает в море. Ситуация, которая просто не должна быть ни в одном населенном пункте Кубани, требует губернатор. Разобраться в случившемся Вениамин Кондратьев поручает своему заместителю, курирующему вопросы строительства и ЖКХ Андрею Алексеенко. Особенно побережье касается Андрея Андреевича. То есть, надо максимально еще раз собраться, провести совещание. Вот по всем новым строительствам, которые идут вдоль побережья. То есть, куда уходит канализация, куда уходят сточные воды. Есть ли современные системы очистки? Если их нет и все организовано по старинке в реку или в море, вот еще раз подчеркиваю, такое строительство нам не нужно. Такие новые отели и жилые многоэтажные дома, даже одноэтажные, не нужны. Но час контроля – это не только проверка невыполненных задач. На совещании глава региона отметил и положительные примеры исполнения поручений. В Ановском сельском поселении Тбилисского района, например, не только качественно и в строк реконструировали дом культуры, отремонтировали дороги. Там удалось сэкономить деньги и привести в порядок тротуары. По мнению Венимина Кондратьева, такое же отношение к своей работе должно быть у каждого руководителя всех уровней.